Привет, друзья! С вами Валера и видеоблог сибирского парня из США. Подводя итоги по своему YouTube-каналу за 2019 год, хочу сразу выполнить обещания, которые я давал и которые еще пока до конца года я не исполнил. Это было обещание снять видео по результатам ДНК-теста. 6 мая 2019 года я выложил видео о том, что я делал ДНК-тест. И видео с результатом я так и не выложил. 9 мая у нас родилась дочка, потом я закрутился, позабыл об этом. Потом просто было то ли некогда, то ли неохота, то ли недостаточно информации для того, чтобы целое видео записывать с результатами, потому что ничего там такого веселого, заоблачного, большой какой-то объема, большого информации там нет, просто результаты. Поэтому сейчас конец года, подводя итоги, хочется тогда показать вам результаты своего ДНК-теста, который я делал еще в мае. Вот фрагмент того видео, как я делал ДНК-тест в MyHeritageDNA. Если вы смотрите это видео, пока не забыли, сразу же поставьте лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны, и если вам понравится, то поделитесь этим видео с друзьями. MyHeritageDNA Кто я такой? Ты знаешь, кто я такой? Кто я такой? И вот результаты. Результаты я получил примерно через месяц. То есть вы ставите себе приложение на телефон, ставите MyHeritage App, и в этом приложении вы видите порядок, на какой стадии результаты вашего теста. То есть они присылают вам уведомления постоянно, что тест на такой-то стадии, результаты в лаборатории, результаты в обработке, и так до тех пор, пока результаты не будут готовы. Наверное, заняло это около месяца. Стоимость этого теста была в районе 65 долларов, насколько я помню. То есть 65 долларов, и в течение месяца вы получите результат своего ДНК-теста. Ну и что же вы думаете? То есть причиной, одной из основных причин, почему я делал ДНК-тест, было то, что когда я жил в России, и когда я приехал в США, многие меня называли евреем. То есть мне говорили, что ты же еврей, и я нигде у своих родственников не нашел никаких еврейских корней, сколько бы я ни разговаривал с мамой, с папой, не узнавал там свое генеалогическое древо, там всю информацию про бабушек, про дедушек, и дальше. Я нигде не нашел у себя никакого еврейского родства. То есть я сделал вывод, что я может быть еврей, но я тогда еврей в первом поколении. То есть до меня евреев не было, я первый. Вот, поэтому, значит, я решил сделать ДНК-тест этот. Ну и для интереса, естественно, чтобы и видео сделать на Ютубе, чтобы было что показать. Ну, короче, был такой интерес сделать видео с ДНК-тестом. Получил, значит, я результаты. И 95,7% говорят о том, что я европеец. И оставшиеся 4,3% это Азия. То есть выходцы из Азии где-то были. 67,8% это у меня Восточная Европа, страны Балтики и прочие. Дальше. 23% это Западная Европа, Финляндия и так далее. 2,5% Ашкеназий, Джуиш, то есть еврейство у меня 2,5% только. И 2% это Южная Европа. Дальше пробежимся по Азии. Центральная Азия 2,9% и Восточная Азия 1,8%. Также можно посмотреть в этом приложении своих, скажем так, дальних родственников. То есть у кого, кто тоже, ну это тоже все очень относительно. То есть можно посмотреть, кто делал ДНК-тесты, у кого есть схожее родство с вами. То есть, ну там это отображается как трех-пятиюродные братья, трех-пятиюродные сестры. То есть это достаточно относительно все. Ну, опять же, естественно, это тоже те люди, значит, которые делали ДНК-тест в этой компании. Да, поэтому это очень немного, вероятность родства очень ничтожно мала. Также в этом сайте еще можно составить генеалогическое дерево. То есть добавить туда своих родственников, бабушек, дедушек, прабабушек. Такие результаты. Так что все разговоры о том, что я еврей, оказываются, в принципе, беспочинными. Кстати, один мой товарищ, который конкретно русский, вообще, которому никто никогда не говорил, что он еврей, по которому сомнений никаких нет, который абсолютно русский человек, с русским именем и русской фамилией, он тоже сделал этот тест той же самой фирмы. И он вот со мной поделился результатами, и он говорит, что у него показали 6,5% ашкеназий-джуиш. То есть, а у меня всего 2,5%. Поэтому, таки какой же я еврей. Мы русские, не обманываем друг друга. Я знаю, что сейчас людям интересна не просто сухая информация и какая-то там красивая картинка, как раньше то, что показывали по телевизору или всякие качественные видеоблоги. Людям интересны простые люди, и людям интересно, как и что, где и происходит. Поэтому рассказываю вам и показываю все как есть. Вот мы стоим на детской площадке, это средняя школа, детская площадка. Сегодня 25 декабря, Рождество. Не знаю, никого нету, тишина, прекрасная погода. Можно себе спокойно гулять с ребенком. Дочка спит сейчас в колясочке. А я записываю для вас видео. И вот, что мы видим вокруг. Детская площадка. Там дальше идут апартмент-комплексы. Здесь можно спокойно погулять. Нету вокруг никого. Не знаю, можно говорить про Америку, что это какая-то странная страна. У нас бы, наверное, если праздник, все бы ходили, гуляли, кричали, ходили пьяными по улице. Ну, не знаю, здесь праздник семейный, на улице нет никого. Школа, естественно, не работает. У школьников каникулы, у людей домашние хлопоты. Практически никого нету, тишина на улице. Может, это странно, но мне нравится. Гулять приятно и спокойно, и тихо, и ребенок спит хорошо. Вот, и снимаю я все это на iPhone, без каких-либо микрофонов, без каких-либо устройств дополнительных. iPhone XS Max, XS Max. Если меня вдруг смотрят опытные блогеры, посоветуйте мне, что мне себе подарить на Новый год в плане видеокамеры, микрофона. То есть, как мне снимать качественно свой видеоблог, как сделать это суперклевым, качественным, чтобы это нравилось и мне, и вам. Вот такой отчет о недоделанных видео. Еще было несколько вопросов от моих друзей и несколько видео, которые я еще не сделал. Но я не думаю, что нужно сделать прям все вот в ограниченный период времени. Я думаю, что у меня будет время еще сделать хорошие, качественные, емкие видео по вопросам, которые люди мне задают. Здесь и вопросы, касающиеся налогов, и вопросы, касающиеся просто обзора траков. На YouTube уже много видео по этим темам. Но вот мои друзья из России, друзья в частности из Омска, задают мне часто такие вопросы. То есть, как я работаю, как выглядит кабина грузовика, на каких траках я ездил. Обзоры грузовиков, обзоры кабин, потом вопросы в основном по налогам, по медстраховкам, по родам в США, по всем этим темам. Я обещаю, видео буду делать в следующем году. Хорошо, качественно, емко, объемно и с душой, и не в торопях. Спокойно, размеренно. Поэтому, друзья мои, всех вас очень люблю. У меня была цель набрать 500 подписчиков до Нового года. Но уже у меня до нашего американского Рождества, до 25-го, уже я переплюнул эту цифру, уже больше 500 подписчиков. Поэтому поставим новую цель до моего дня рождения, 1000 подписчиков. До 25-го января набрать 1000 подписчиков. Это хорошая цель, друзья мои. Кто может, поддержите. Кто смотрит это видео и не подписан, нажмите подписаться, жмите колокольчик, если, конечно, вам это нравится. Если не нравится, выключайте. Я не обижусь, хочу найти своих людей, единомышленников, тех, кому это интересно, тех, кто будет меня смотреть, с кем я буду общаться, с кем я буду контактировать. Может быть, даже мы станем друзьями в реальной жизни, не только в виртуальной. Поэтому видеоблог это такое средство, чтобы найти своих людей, чтобы отфильтровать специальным ситом, отфильтровать людей во всем мире, людей в мире интернета. Ну, так как видеоблог на русском языке, то, естественно, русскоязычных людей. Мы их отфильтруем, чтобы найти друзей, найти единомышленников и заниматься уже видеоблогом абсолютно с душой. Сейчас я отдыхаю, я дома, праздники, Christmas, Новый год, поэтому всем, друзья, тоже советую сейчас побыть с семьей, пообщаться с друзьями, отдохнуть. Ну, а так как видеоблог это любимое дело, то от видеоблога выходных я не беру, только если мне нужно заниматься семьей и нашей дочкой, то я не успеваю заниматься видеоблогом. А так как это любимое дело, конечно, мне отпусков от видеоблога не нужно, поэтому видео я буду продолжать делать, буду продолжать вести свой YouTube канал, естественно, независимо ни от какого отпуска. Потому что, когда ты занимаешься любимым делом, то тебе отпуск не нужен, это наоборот, тебе хочется им заниматься в любое возможное свободное время. Так что, друзья мои, всем спасибо, всех с праздниками, с Новым годом, с Рождеством, счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok